Призываю всех владельцев полноприводных автомобилей задуматься о проведении профилактики полного привода на автомобилях марки Hyundai и Kia. Так что как-то так. Здравствуйте, уважаемые гости нашего канала. С вами ОМЗАП, меня зовут Павел. О чем хотелось бы сегодня поговорить? На улице календарная зима, хоть снега в нынешнем году не так много, но так или иначе он все равно будет. И поэтому призываю всех владельцев полноприводных автомобилей задуматься о проведении профилактики полного привода на автомобилях марки Hyundai и Kia. В нашем случае сегодня у нас Hyundai Creta, двухлитровая, полноприводная. Сегодня мы давайте с вами поговорим о полном приводе, что рекомендовано, на что обращать внимание, чтобы избежать дорогостоящих поломок. Итак, для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Hyundai Creta полный привод. Из корпуса дифференциала через угловой редуктор, через карданный вал у нас уходит назад на полный привод, через муфту, на колеса. Что нужно делать? К чему быть внимательным и регулярно, грубо говоря, ну давайте хоть, ну так условно, каждый там тысяч 30 хотя бы, проводить профилактику шлицевого соединения на угловом редукторе. Угловой редуктор вставляется у нас в шашку дифференциала, в корпус, где у нас шлицевое соединение. На нашем канале очень много роликов, посвященных этой проблеме. Итак, необходимо, ребят, приезжайте, обращайтесь, снимаем угловой редуктор, смазываем смазкой, шлицевое соединение, проверяем герметичность сальники и прочее, как там все в таком состоянии выглядит, дабы не попадать на большие деньги на ремонт данного узла. Второй момент. Муфта включения полного привода. За время эксплуатации вот эта вот крышка, она сидит на заводском герметике. По идее, изначально агрегат неотслуживаемый, продается даже уже залитый заправленным маслом. И вот эта вот крышка, герметик высыхает и начинает выкидывать масло на муфту. Тем самым принцип работы у нас как в автоматической коробке, там пакет фрикционов, и все работает, грубо говоря, завязано на вязкости и наличии трансферсионного масла. Когда его становится минимальный уровень, у нас происходит некорректная работа данного узла, поэтому через данную крышку бывает зачастую начинает выкидывать, и муфта начинает у нас работать неправильно, некорректно. Отсюда могут появиться проблемы в виде тычков, пинков каких-то, притроганий, особенно там назад, когда с вывернутыми колесами. Итак, на нашей муфте видно подтеков нет. А, ну опять же, к чему я начал? Необходимо эту муфту, если при наличии подтеков, снимать, разбирать, проводить профилактику, все вымывать, перевоплотнять, заливать масло и ставить. Потому что никакого отверстия тут сливного-заливного нет, она находится сзади, где ее можно заправить. Поэтому и так или иначе надо отсоединять от редуктора, от задних. Так, это из профилактических каких-то мероприятий. Вот в нашем случае с муфтой все в порядке. Опять же, информация по электрике, по работе муфты стекается на бортовой компьютер туда. И могут, если какие-то неисправности, либо с насосом, либо там датчик температуры есть, вот он с этой стороны, если с датчиком что-то происходит, или перегрев масла в муфте, будет выскакивать ошибка на панели приборов у водителя. В нашем случае в электрическом плане тоже проблем с муфтом нет. Ну, как бы, муфта рабочая, но так или иначе, хотя бы раз в три года, ребят, приезжайте, осматриваем, если что, проводим профилактику. Еще у них там бывает проблема, обломают вал, как она. В принципе, проблема тоже известная, снимается, разбирается, вал центруется, обваривается по заводскому, устанавливается, и люди ездят и радуются. Так, что еще? Сейчас мы, наверное, проведем с вами такой более-менее тест, который дает нам понять о исправности шлицевого привода. Ну, как бы, по-простому, крутим колеса, видим, что крутится карданный вал, следовательно, шлицевая у нас в сборе. Но муфта у нас сейчас не зацепление, поэтому задние колеса не крутятся. При пробуксовке, там происходит срабатывание муфты, и вращение переходит уже через задний дифференциал на задние ведущие колеса. Поэтому, ну, сейчас машину опустим, там газонем, покажем, как-то все крутится, чтобы понимание иметь. Ну, люфт есть, как бы, такой уже появляется, но он так или иначе будет. Ну, вот, если слышно, ну, есть люфточек. Необходимо все равно муфту, наверное, будет снять, проверить шлицевое соединение, помазать, ставить, зарядить. Так или иначе, как бы, кое-какой тепловой зазор-то должен быть, но тут уже такой ощутимый, надо сказать. Здравствуйте, меня зовут Михаил, компания МЗАП. Мы сейчас вам покажем, как в бытовых условиях можно проверить полный привод. На подъемнике вы, естественно, увидели, как это работает. А это в бытовых условиях банально Данкрат. И сейчас все увидите. Самое главное, берем откаты, подставляем под заднее колесо с двух сторон. Эта сторона у нас не поднимается, правая. Поднимать будем левую водительскую. И начинаем поднимать. Даже банально, одним Данкратом, не обязательно два. Подняли полностью сторону, у нас крутится передняя и задняя. Сейчас мы попросим, чтобы кто-то у нас сел в машину. На вывешенную машину включаем драйв и отпускаем потихоньку тормоз. Самое главное, это делать надо, когда у вас задний редуктор без блокировки. Если у вас редуктор с блокировкой, это только на подъемнике можно сделать. Но на этих машинах большая часть, 99% их идет без блокировки. Включай драйв. Поехали. И как видим, полный привод у нас работает полностью. Он крутится как и передняя, так и задняя ось. Это вот банально. В бытовых условиях вы сами можете проверить, чтобы не ехать на сервис. Так что как-то так. Итак, уважаемые зрители нашего канала, вы увидели простецкий способ теста от Михаила, как проверить исправность полного привода. Поэтому кому интересно, пользуйтесь. Я так думаю, так или иначе, в любом случае информация полезная. В общем-то, это все, что хотел сказать сегодня. Давайте всем всех благ, удачи на дорогах. Смотрите наш канал, подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok